всем огромный привет добро пожаловать в новое видео хочу сегодня вместе с вами приготовить нечто вкусненькое очень вкусный и при этом невероятно простой в приготовлении пирог с яблоками вообще это такой легендарный рецепт сливового пирога но мои домашние попросили меня использовать яблоки хотя хотела приготовить сливовый пирог этот рецепт очень простой но при этом он волновал домохозяек 12 лет подряд и несколько раз печатался в нью-йорк таймс потому что домохозяйки просили теряли этот рецепт он действительно очень вкусный для приготовления этого пирога нам понадобится 250 грамм сахара 113 ну там 110 грамм сливочного масла 160 грамм пшеничной муки чайная ложка разрыхлителя 2 яйца щепотка соли а также корица и сама начинка сливы в моем случае три яблочка в первую очередь я хорошо взбила мягкое сливочное масло с сахаром я использовала где-то 150 грамм потому что у меня это яблоки они так более сладкие чем сливы если вы используете сливы то возьмите 200 грамм позже добавила 2 яйца щепотку соли и продолжила взбивать до пышной однородной консистенции затем добавляем просеянную с разрыхлителем муку перемешиваем тесто лопаткой для того чтобы оно соединилось с мукой и дальше я опять отправила в миксер для того чтобы перемешать получается довольно густое тесто но не такое тесто из которого можно лепить дальше я выстилаю пергаментной бумагой форму для выпечки отставляю ее в сторону и буду чистить яблочки у меня ровно три таких достаточно крупных ну средних наверное яблока ушло на этот пирог чищу яблоки нарезаю дольками как на шарлотку если вы используете сливы то разрезайте сливы пополам вынимаете косточку и выкладываете сверху на пирог вот этой ложбинкой где была косточкой мякотью вверх и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я также края формы для выпечки решила смазать сливочным маслом, чтобы края отошли лучше. Но в принципе можно обойтись и без этого шага, если хотите немножечко уменьшить калорийность блюда. Дальше я смешиваю 50 грамм примерно сахара и молотую корицу. Я вообще использовала немножечко ванильного сахара. Можно добавить в тесто жидкий ванилин. Выкладываю свои яблочки на тесто, присыпаю сахаром, смешанным с корицей. Можно также использовать коричневый сахар. Получится еще ароматнее, потому что коричневый чуть более ароматный. И отправляю в духовку. Смотрите по своей духовке. Я здесь у мамы выпекала также на режиме выпечки. Здесь режим выпечки печет очень долго, больше часа. Как-то сам регулирует температуру, при этом выпекается хорошо. В среднем минут на 40-45, может быть 50, на 180 градусов поставила бы я в своей. Смотрите по готовности, проверяйте шпажкой. Получается очень и очень вкусный пирог. Пирог пахнет очень вкусно. Осенними вечерами очень хочется побаловать себя ароматной выпечкой с чаем. Я сегодня завариваю чай майский, корона Российской империи. Майский это насыщенный классический вкус цейлонского чая. Мое любимое время это когда мы всей семьей собираемся за столом с чаем и никуда не спешим. Наслаждаемся моментом вместе. С майским время, проведенное с близкими, наполняется теплотой и уютом. А сами чаепития становятся особенными. Я наполняюсь теплом, заряжаюсь позитивными эмоциями, ощущаю поддержку и любовь своей семьи. Так что советую всем успеть что-нибудь вкусненькое, заварить согревающий чай майский и провести время с близкими. Я не знаю, обратили бы внимание на знакомый визуал или нет, но если да, то да, мы переехали. И я безумно этому рада. Мы переехали вообще сначала без дверей в санузлы, пока еще работал мастер, потому что много недоделок. Мы еще ждем мебель, то есть мебель нет. Я вам все покажу, наверное, попозже в этом блоге. И расскажу, как что. Если честно, я нашла просто маломальский, такой незахламленный уголок для того, чтобы снять видео, поболтать с вами и показать покупки к Новому году, которые я общала чуть раньше. Вообще уже время наряжать дом к Новому году. Обычно по традиции мы это делаем к первому декабря. В конце ноября уже я начинаю какую-то новогоднюю тематику, чтобы вы успели подготовиться. Но в этом году я опаздываю и очень хотелось бы к первому декабря все-таки поставить елку. Просто елку без, знаете, без, наверное, того, чтобы украшать весь дом. Боюсь, меня просто на это не хватит. Но не уверена, что успею. Но я буду очень стараться, потому что мы два дня назад приехали, но я всячески убирала без съемки. Нужно было хотя бы сделать маломальский чистый пол. Все в этой строительной пыли. По комнатам нет, кстати говоря, по комнатам, ну, просто пыль обычная села, да, которая витает в воздухе. А вот кухня и прихожая все равно туда села строительная пыль, хоть и все было хорошо запаковано. Скорее просто, когда снимали пленку. Давайте покажу вам хотя бы, что купила к Новому году в этом году. Только я, маме говорю, могу переезжать от мамы с елками, потому что, находясь там, я уже покупала что-то домой. Очень много что мыслями была здесь. Итак, у нас есть традиция делать адвент-календарь. И если у вас такой традиции нет, если вы не пробовали, то попробуйте сделать такую радость для своих детей. Поверьте, они так входят во вкус. И, наверное, даже не важно, что вы положите туда, вовнутрь. Важен момент открыть каждый день какой-то, получить маленький подарочек. И мне кажется, что вот такие адвент-календари, которые мы делаем своими руками, где мы подарки выбираем сами, они для ребенка интереснее, потому что он даже примерно не представляет, что получит в этот день. Мне больше такие адвент-календари нравятся, чем тематические. Но, конечно, если ребенок, например, что-то коллекционирует или увлекается, допустим, Лего, то есть смысл, например, заказать готовый адвент-календарь Лего, и он с удовольствием будет открывать. У моих детей такого особо нет. Поэтому я просто покупаю какие-то маленькие подарочки. В этом году я поняла, что у меня точно не хватит, я не успею сделать адвент-календари, купить именно подарочки, все запаковать, чтобы сделать самой. Поэтому я решила облегчить себе жизнь и заказала на Вайлдберрис. Два адвент-календаря готовы. Покажу вам один, второй абсолютно аналогичный. Это такие кармашки для адвент-календаря без наполнения. И я решила, что лучше, наверное, один раз потратиться и потом просто облегчить себе жизнь, не делая каждый раз какие-то адвент-календари. Ну, то есть их можно там на ветку вешать, но все это нужно делать. И обычно как-то у меня в ноябре какая-то суета. Подвешивается на штангу и на веревочку, там в комплекте есть веревочка. Единственный нюанс, обратила на это внимание только когда уже адвент-календарь пришел на пункт выдачи, что здесь всего 24 кармашка. Ну да ладно, я просто доложу. Потом, ну вот еще одну неделю. Здесь внизу есть штанга такая, утяжелитель, чтобы адвент-календарь висел ровно. И наверху для того, чтобы подвешивать. Лизе и Ульяне взяла. Здесь кармашки большие, поместится много. В идеале, что я хочу сделать, надеюсь, успею купить подарки и запаковать. Наполнить его полностью, но чтобы дети не подсматривали, что там завтра. А любопытство в любом случае возьмет свое. Запаковать это в крафтовые пакетики, которые у меня еще с прошлого года остались. Я также заказывала на Ватберс, там, по-моему, в районе 300 рублей, 50 штук, а может даже дешевле. И заклеиваю двусторонним скотчем. И вот так вот наполнить. Вот реально не важно, что вы туда положите. Это будет круто. Я наполняю адвент календарь как сладостями, так и маленькими подарочками. Чередую. Стараюсь это делать так, чтобы, если подарки одинаковые, допустим, беру какие-то маленькие презентики, чтобы они были одинаковыми у двоих в один день. Так это все стараюсь расположить. Что касается наполнения, я начала, в общем, что-то выбирать, но еще не купила. Обычно, конечно, лучше, когда вы купили уже по 31 подарку, и у вас голова не болит. Я буду класть маленькие подарочки. И вот, что заказала также на Ватберс. Два набора миниатюр. Здесь еда и бутылки. Несмотря на то, что Лиза в куклу уже не играет, ей 13 лет, но эти миниатюры настолько прикольные, что я думаю, что и просто будет, знаете, по приколу иметь в коллекции такие вещицы. Поэтому и Лизе, и Ульяне буду делить. Вот здесь плохо видно, но здесь и колбаска есть. Сейчас попробуем открыть, чтобы вам показать. А Ульяне нравится миниатюры собирать, лепить, поэтому я думаю, что она оценит. И также взяла набор ластиков со смайликами. Они прикольные, можно разделить на несколько дней. По моему скромному мнению, если вы хотите наполнить адвент календарь, во всяком случае для девочек, я бы советовала идти в Магнит Косметик. Там столько много разной мелочевки по действительно бюджетным ценам, потому что, ну даже если по 70 рублей берешь какую-то миниатюру, на 31 умножаешь, это немало. Поэтому, ну вот там много чего, что можно разделить, как-то там набор лаков, например, разделить. Для девочек там много всего, всякие блесточки на лицо. Так что я пойду туда для наполнения своего адвент календаря. Фикс прайс как-то в прошлом году я заходила. Ну я мало что там взяла. Вот как там фикс прайс нет. Это что-то должно быть не очень большого размера, чтобы помещалось в кармашек. Ну а теперь переходим непосредственно к новогоднему декору. То, что я прикупила в этом году, не знаю, буду еще что-то докупать или нет, пока таких мыслей нет. Единственное, что мне идут ленты, так до сих пор еще и не пришли на елку. Покажу их в каком-то другом видео, но они аналогичны тем лентам, которые были в прошлом году на елке, только у меня были красные в шотландскую клетку, а эти просто серебристые. Видео, как я наряжала елку в прошлом году, я оставлю в инфобоксе ссылку. Если вдруг кто не видел, переходите, смотрите. Вообще есть плейлист, там собраны все новогодние видео за несколько лет. И еще оставлю ссылку на видео под этим роликом, где я показывала покупки новогоднего декора в прошлом году. Там все в такой красной традиционной цветовой гамме. В магазине Cuelling Land я купила две вот такие елочки. Одна побольше. Она прям такая большая, сантиметров 80. Они на батарейках и обмотаны LED-гирляндой, то есть они еще и светятся. Я вам честно скажу, цена на эти елки невероятно завышена, потому что здесь, по сути, каркас обмотками шурой и в данном случае заснеженная эта елочка таким как будто бы клеем и фолком. Но она красивая. Долго я стояла в магазине и не могла решить брать-не брать, потому что я видела вот эти елки. Они мне нравились. И думаю, ну вот были бы они разного размера. Я бы взяла три штучки и красиво их поставила. А тут в одном размере вот такая елка. И, в общем, уже собралась выходить и увидела там задекорирован стол тремя елками разного размера. Единственное, они в разных цветах. Поэтому я взяла вот такую побольше. Вот такую поменьше. Она как раз в оттенке такого цвета шампань. Она, по-моему, так и называется. Здесь вообще как-то я не поняла, за что я заплатила. Это просто металлический каркас. Здесь обмотанный мишурой. И если та хотя бы заснеженная, то здесь нет. Здесь обмотка мишурой, и она так хорошо склеена. То есть эту мишуру никак не снять. И также обмотанная летгирляндой, она светится. Третью елочку я не взяла, потому что она была также обмотана мишурой меньшего размера, но серебряная. И как-то цвет серебра мне не очень понравился. И я решила просто сделать елочку поменьше своими руками. Либо закажу на Wildberries конус в качестве заготовки, либо сделаю его сама из картона. В принципе, не проблема. Обмотать можно абсолютно чем угодно. Елка у меня будет, как я уже говорила, бежево-золотистая с белым. Ну, также там все-таки добавляется серебряная лента, потому что не было золотистой. Надеюсь, все это будет выглядеть хорошо. И что я решила сделать? На Wildberries я заказала 22 метра фатина. Он шириной 15 сантиметров. И здесь в рулоне 22 метра вроде как. Он молочно-золотистого цвета. Камера не очень хорошо передает оттенок более белым. Я думаю вот так его собирать и украшать елку. Посмотрим, что из этого выйдет. В моей голове, по крайней мере, это должно смотреться хорошо. Я тут вся в пакетах. В магазине Азалия Декор я купила немного наименований, но много достаточно по количеству. Вот таких вот веточек с бусинами. Мне кажется, что они должны хорошо смотреться на заснеженной елке. Тут еще такой момент. Я обратила внимание, что лучше прикладывать. Если вы знаете, какова съемка, вот вы ее выбрали, у вас она есть. И когда вы выбираете декор в магазине и видите похожую елку, лучше приложить. И обычно в голове это смотрится несколько иначе, чем на елке. Блин, оно тут все запуталось. Я не знаю, как буду это распутывать перед тем, как наряжать. В общем, взяла, по-моему, 17 штук вот таких веточек с жемчужинами в магазине Азалия Декор. Я, по-моему, это уже сказала. Невероятно симпатичные бусинки. И мне кажется, что какую бы елку вы не наряжали, всегда в доме найдется место, которое можно украсить такими бусинками на проволочке. Кстати, цены на них были вообще какие-то адекватные. Одна штучка, по-моему, 70 рублей. И с помощью вот таких веточек можно украсить как венок на дверь, так и обернуть, например, вокруг подсвечника, вокруг какой-то статуэтки. То есть с помощью этих веточек можно украсить что угодно, добавить роскоши, можно даже обернуть, например, вот так колечком и украсить салфетки на праздничном столе. Они обалденно красивые и нежные. И, наверное, особенно красиво они будут смотреться на какой-нибудь нежной зефирной елочке розового цвета. Но они прям классные. В общем, взяла 17 штук. Надеюсь, должно хватить, потому что елка большая. И да. Такую красоту я видела только в магазине. Азалия Декор. И, естественно, не прошла мимо. Еще были другие украшения, чуть более большие, с такими капельками. Но мне вот эти понравились больше. У магазина Азалия Декор есть также интернет-магазин. Но я бы не советовала вам там что-либо приобретать, потому что я смотрела ассортимент на сайте. И восприятие на сайте по картинке, там еще и картинки не очень такие качественные, приблизить со всех сторон не получится. Не очень понятно, какого размера вещь. И когда приходишь в магазин и смотришь на эту же вещицу, она порой выглядит совершенно не так, как выглядит на сайте. Но если у вас нет возможности, ну, в вашем городе нет этого магазина, то, ну, вот если блогеры что-то показывают, если вы где-то видели, тогда, наверное, есть смысл заказывать. А так ничего не понятно. Я вот там хотела заказать веточки туи, в общем, думала, что я их куплю. А когда пришла в магазин, поняла, что они вообще супер маленькие, это не то, чего мне нужно. Вот так выглядят эти бусинки. Они также на проволоке, красивые. Думаю, что также лапки ели, будут красиво украшать, свисать на заснеженной елке. Были еще серебряные, очень мне понравились, но их было совсем мало штучек. Ну, вернее, не серебряные, а как кристаллы, прозрачные. Белый цвет камня. Но вот когда я приложила их к заснеженной елке, поняла, что этот оттенок лучше. Оттеняется, все-таки какой-то контраст должен быть, иначе украшений не видно. Я очень люблю белые украшения, но на заснеженной елке они хорошо смотрятся, только если вы не добавляете акцентные, кричащие, ну, яркие шары. Допустим, если вы украшаете елку белыми шарами и вешаете какой-то яркий оттенок, например, там, темный какой-то, красный, или там, темно-зеленый, в общем, что-то синий, то все белые шары резко визуально пропадают с елки. Смотрится, ну, на мой взгляд, это не очень. И мне кажется, ну, вот это просто мое личное восприятие, мое личное такое... Не претендую на то, что я дизайнер елки, но разными вариантами украшала елку, и обратила внимание, что, наверное, заснеженную елку лучше украшать либо в пастельных тонах, как я буду пытаться сделать в этом году, то есть все-таки акцентами будет вот такой цвет шампань, но он не очень яркий и белый. Но посмотрим, что получится. Я не уверена в результате. А если вы украшаете яркими цветами заснеженную елку, то там должны быть только яркие цветы, цвета, например, золото, и красный, золото, и синий, иначе белые шары потеряются. Я буду пытаться использовать в этом году белые украшения вместе с такими не яркими, золотыми. Вкусы у всех разные, я нисколько не претендую, как я уже сказала, на звание дизайнера, просто исключительно мое мнение, мне очень нравится, когда на елке есть цветы и ленты. Без этого мне как-то вот не так. И в магазине Леруа я всегда в поисках красивых цветов, но по нормальным ценам, потому что, когда елка большая, и цветов нужно много, иначе когда их мало, они теряются, нужно как бы, чтобы они заполняли елку. И цветы бывают и по 600, и по 700 рублей за цветочек, что получается много. По-моему, 5 штук взяла в магазине Леруа Мерлин, потому что они стоили не очень дорого. Вот такие симпатичные бежевые цветочки. Кстати, в магазине Азалия Декор очень много цветов в разных оттенках. Они красивые, дорого выполнены, хорошо смотрятся, но стоят 500, по-моему, 50 или что-то такое за цветок. Я прошла мимо. Это вот несколько цветочков, которые я взяла в магазине Леруа Мерлин, они прям нежные. Также в магазине Леруа Мерлин я все-таки взяла несколько шаров. Не то, чтобы не собиралась покупать шары, но просто как-то не покупала. Но в Леруа увидела и решила взять буквально несколько белых. Мне очень понравились, они пластиковые, но тем не менее выглядят очень достойно. И также в цвете шампань. А также не прошла мимо вот этой вазочки бокала. Хочу сделать какую-то красивую композицию, туда можно и просто шарики положить, можно какие-то веточки поставить, а можно сделать красивую композицию с домиком, елочкой, насыпать искусственного снега или соли. Будет вообще классно. отталкиваться можно как хочешь, а вне сезонного года можно также эту вазочку не убирать, хранить в ней конфеты, использовать как конфетницу. В общем, она классная. В зебре я взяла вот такое полотенчик, но это не для декора, а для видео. В этом году ничего не буду украшать в красных оттенках. Почему-то переходилось, как-то вы меня убедили. Это просто для видео, для того, чтобы красиво снимать какие-то рецепты, может быть, новогодние печеньки для фото. Подсвечники. В этом году я взяла подсвечники, за которыми охотилась несколько лет подряд. Цены обычно на них кусаются, а я не могла, не была готова ограничиться одним, поэтому в этом году в магазине Кози Холм я приобрела два вот таких подсвечника. Один повыше, второй пониже. Золотого цвета, будет очень красиво переливаться, потому что здесь есть проплешины в золоте, и когда поставишь туда свечу, все это будет очень красиво мерцать. На такой длинной ножке я пока еще не определилась, где их поставлю, в зал на камин или же на кухню, или же в прихожую, но скорее всего в зал на камин. Сейчас покажу, это один. Вот так они разнятся по высоте, я сейчас держу их на одном уровне. Мне не очень нравится в теории, они могут использоваться круглый год, но я так не хочу, все-таки хочется убирать и доставать именно на Новый год. Такое прям золото, красивые, роскошные подсвечники. Но на этом не все по подсвечникам. В магазине Кюхенленд я взяла еще три подсвечника другого формата для других свечей, которые также не оставили меня равнодушной, не смогла пройти мимо, решила как-то в этом году больше сделать упор на декор для дома к Новому году, потому что елочных игрушек у меня, по-моему, достаточно. Я взяла один подсвечник побольше в серебристом цвете, он тоже с такими же проплешными, как подсвечники в Козе Хоу, может быть, буду их как-то вместе комбинировать, может быть, нет, посмотрим, посмотрим, как все это будет смотреться вместе. И два взяла подсвечника поменьше, я бы, наверное, взяла три золотистых, но больших нет, как бы, в природе. Взяла два в золотом цвете поменьше вот таких и тот, что подлиннее. Серебряный смотрится неплохо, с учетом того, что я еще и планирую ленточку серебряную на елку. Вполне себе неплохая комбинация. Во всяком случае дизайнеры Кюхенленд используют эту комбинацию при украшении там и смотрится действительно красиво, потому что это такое не темное золото, а все-таки шампань и серебром смотрится очень даже симпатично. В магазине Кюхенленд также есть свечи. У меня остались с прошлого года, я как-то их не использовала красивого цвета шампань, по-моему, также они есть и в этом году. Посмотрите, если вам нужно, там адекватные цены на свечи, вот именно такие конусные. На этом вроде бы по новому году все, если я ничего не забыла, могла что-то убрать в какую-то коробку при переезде и забыть, но по-моему, это все. А мне нужно переодеваться, бежать, раскладывать вещи, ну, что-то я постоянно раскладываю, что-то убираю, тут вокруг меня, конечно, полный бедлан. Также мне нужно заняться тем, чтобы перебрать вещи, те, из которых выросли дети, потому что у нас практически полгода здесь не было, и в шкафах у меня полностью развешено лето, потому что уезжали мы летом. Нужно сезонно перебрать вещи, обувь, просто разложить все, что мы сюда привезли, но часть я, конечно, разложила, часть вообще еще нет. Дел очень много, буду надеяться, что все, успею. Все-таки ко мне успели прийти ленты перед тем, как я выпустила это видео, поэтому показываю, какие ленты я заказала, и вы знаете, мне так понравился серебристый цвет, у меня, по-моему, вообще в наличии дома нет ничего в серебристом цвете из новогоднего декора, и почему бы и нет, я приложила эти серебристые ленты к цвету, который у меня есть, и мне так понравилось сочетание, что я решила, наверное, стоит прикупить что-то еще в серебряном цвете, я заказывала их в интернет-магазине Морозко, это гипермаркет, по-моему, новогодних товаров находится в Москве, не знаю, можно ли его посетить офлайн, но вот в интернет-магазине там очень большой выбор различных товаров, и совсем не собираясь посещать больше никакие магазины, я просто случайно попала в магазин Ашан, который находится в Меке, и я там никогда не была перед Новым годом, и хочу сказать, что там просто невероятно большой ассортимент, просто очень низкие цены и качественные товары, поэтому там я как раз-таки купила еще серебряных украшений, вот такие шарики, во-первых, серебряные с бисером, во-вторых, вот такие белые с блестками, какими-то пайетками, также еще очень красивые, такие как перламутровые, они больше серебристые, но это перламутровый красивый цвет, шарики стоили эти, точно вам не скажу, но какие-то там 70 рублей за шар, какие-то 140 рублей за шар, и ассортимент прям большой, есть из чего выбрать, если вы ищете что-то на Новый год, я вам очень советую посетить Ашан, если вы из Ростова и области, в Меге, не прошла я мимо, взяла буквально по одной штучке, вот такие еще игрушечки, елочку, ангелочка, но самое главное, что я купила в этом Ашане, это ветки, я вам честно скажу, найти красивые ветки в принципе проблематично, и какие-то прям красивые стоят весьма и весьма дорого, а хочется их взять побольше, я украшала в прошлом году макушку елки ветками, и в этом году хочу это все повторить, мне очень понравилось, как это смотрится, и я понимала, что веток мне скорее всего не хватит, поэтому увидев в Ашане вот такие ветки по 149 рублей, я конечно же их купила, штук 5 по-моему взяла вот таких больших, на них как будто бы набрызгана обрезанная мишура, я бы это так описала, выглядит очень красиво, это невероятно, правда красивые ветки длиной 60 сантиметров, и по-моему по 140 рублей, стоили вот такие веточки, они короткие, но при этом очень сильно посеребренные, заснеженные, красивые, пышные, у них есть ягодки, яблочко, шишка, и сама веточка, думаю, что на елке между лапок елки самой будет смотреться все это очень красиво, на этом мое сегодняшнее видео подходит к концу, впереди вас ждет мотивация, уже в этот ролик ничего не помещалось, мы будем с вами и убирать, и мыть, это будет параллельно и марафон к Новому году, и также уборка после ремонта, как-то все это буду совмещать, до встречи в новых роликах, спасибо, что досмотрели до конца, с вами была ваша Лиля Власенко, всем пока-пока!